обыкновенными дифференциальными уравнениями. Если уравнения популяционной динамики 50-летней давности, 80-летней давности описывались обыкновенными дифференциальными уравнениями и системами обыкновенных дифференциальных уравнений, то уже 50 лет назад они стали описываться уравнениями частных производных. Стало понятно, что системы обыкновенных уравнений Уже недостаточно для достаточно подробного С целью извлечения выгоды из этого знания Недостаточно для изучения этих явлений Явления, скажем так, которые в курсах мат-моделирования Вам иногда рассказывают или дают практические задания Посмотреть, как развиваются рекламные кампании Или как что-то еще Там тоже работают уравнения Обыкновенные дифференциальные уравнения Но это частный случай Если начинается моделирование какого-либо серьезного Гал, иди в ДК-6 Если начинается моделирование каких-то серьезных экономических процессов То там не просто уравнения частных производных Там интегра дифференциальные уравнения, системы Все это зациклено в огромные конгломераты Разного рода взаимоотношений, подсистемы и взаимодействия между ними Ну, начнем с того, что когда-то, когда впервые господин Лоренс Открыл явление динамического хаоса Он занимался моделированием даже не столько климата Сколько движений воздуха над океаном И для этого ему нужно было 600 уравнений Вот такая небольшая система Итак, уравнение частных производных Это очень частное явление Следующее Что такое уравнение в частных производных? Как они происходили и что с ними делалось? Я сейчас не буду, естественно, говорить Но скажу, что по этому направлению имеется два класса монографий и учебников Один из них называется «Уравнение частных производных» И это книги, написанные очень серьезными фундаментальными математиками Вроде Олейник, Владыжинской, Владимирова, Масленниковой Из них очень многие работали у нас в университете, как ни странно Но есть еще класс книг, которые называются «Уравнение математической физики» Реже называются «Методы математической физики» И там тоже рассказывается про уравнение частных производных В чем различие этих двух классов книг Этих двух классов учебников монографий Чем хороши одни, чем хороши другие Нас интересуют уравнения матфизики и методы матфизики Потому что там изучаются не все уравнения частных производных А те, которые достаточно адекватно описывают привычные для нас явления С одной стороны С другой стороны Они посвящены поиску тех решений, которые соответствуют режимам поведения реальных систем То есть не всякие решения интересные А те, которые адекватны тому, что происходит в нашей жизни С помощью технических устройств, например, гидростанций Как там вода заливается, падает, крутится и прочее Либо какие-то природные явления, вроде тумбулентности То есть стекания кого-то куда-то и тому подобные вещи Вот уравнения математической физики или методы математической физики Имеется целый набор книг И самое замечательное из них Скажем так, самое фундаментальное Это книга Господ Тихонова и Самарского Дежавю здесь считается Тут все читается Замечательно Уравнение математической физики Написали Тихонов и Самарский где-то 70 лет назад Обложки здесь нету С тех пор было переиздано раз 7 или 8 Эта книга С каждым новым изданием Чего-то туда добавлялось Что-то там подправлялось Будто бы делая красиво и хорошо Тем не менее Первые издания, пожалуй, самые замечательные А последующие издания интересны Только для изучения отдельных специальных разделов Всю книгу целиком освоить невозможно Где-то в 71-73 году Я сейчас не помню Кафедру Свешникова Значит, кафедру математики На физфаке Открыл Тихонов Андрей Николаевич Это мастодон Он не просто академик Он был макина в области прикладных математических методов Решения прикладных задач Он открыл эту кафедру Ею руководил лет 15 Походу не открыл новый факультет Кибернетики В том же МГУ рядышком А кафедру передал Свешнику Который его ученику Который делал ее лет 25 или 30 Вот при Свешникове Эту кафедру закончил Вобещевич Петр Николаевич Ученик Самарского, любви Петр Николаевич Вобещевич Мало того, что проштудировал всю эту книгу От начала до конца Все странички, все эти самые примеры Все задачки и все прочее К ней прилагалась еще книга Сборник задач по математической физике Бундак Тихонов-Самарский Она называется Задачник Будака Вот он его всего прорешил От начала и до конца И помог найти опечатки и ошибки Я знаю только одного человека Который проштудировал эту книгу Других не знаю И не знаю Вам ее действительно интересно смотреть и читать Я думаю Но для того, чтобы мою сегодняшнюю задачу решить Лучше всего я воспользуюсь книгой Его ученика Свешникова Учеников Свешникова, Боголюбова и Кравцова Боголюбов приходит к нам И присутствует каждый раз на заседании Диссертационного совета Его ученик Малых Профессор Малых Работает тоже что-то может быть у вас Вот Кто еще у Боголюбова учился Ну, не столько у Боголюбова Сколько у Свешникова и Попова Учился Севастьянов Антон Может быть, вы и протоколы Так что с этой кафедрой У нас какие-то Алло Гал, в чем дело? Я сегодня расскажу Как эти люди Основоположники методов математической физики Выводили Наиболее распространенные уравнения В частных производных Из рассмотрения отдельных процессов Или явлений В природе или в технике Ну, в данном случае Скорее В полуприроде В полутехнике Я не знаю Вот так я уже сказал Да? Сейчас мы перейдем К этой части Добро И после этого Несколько слов Про классификацию Дифференциальных уравнений Ну, забегая вперед Скажу Не помню, кто это сказал Не об этом сообщил Шикин Георгий Николаевич Чем отличаются Параболические уравнения От гиперболических Вот самая классическая вещь Которую он мне рассказал Когда я был уже достаточно старым человеком Лет сорока И меня поразила Краткость и информативность Решение яг Гиперболического уравнения Не забывают в начальных условиях А решение яг Параболических уравнений Забывают в начальных условиях Это едва ли не самое главное Такое В физическом смысле Или в природном смысле Отличие одного класса и другого О чем это говорит? О том, что зная К какому классу принадлежит уравнение Мы можем заботиться О поиске тех или иных решений Того или иного класса решений Ну а теперь я начну Потихоньку по порядку Рассказывать Почему я свалился И это на восьмой странице Начинается вот такой разговор Рассмотрим упругий стержень длины L Расположенный в состоянии равновесия вдоль оси X От точки 0 до точки L И будем рассматривать его колебания Программа Предполагаются идеальные вещи Это называется Сферический конь вакууме Нет никакой гравитационной силы Поэтому он не изгибается Никуда-то не двигается Он находится в безвоздушном пространстве На него ничто другое не действует Только какие-то смещения Вызванные силами Приложенными вдоль оси OX И вот эти силы Под названием F От X Вот это плотность импульса Внежней силы Стержень плотности R Если зависящее от времени Воздействие происходит То от положения равновесия В каждой точке первоначальной X Происходит небольшое смещение на U От X и T Так вот Они здесь рассматривают Что и как происходит При этом изменении Используя некоторые сведения Из механики твердого тела И из теории упругости Я думаю, что кому-нибудь из вас Хоть одну из этих задач Обязательно нужно посмотреть Как из этой задачи Вываливается Вот такое уравнение Под номером 1,7 Коэффициент Зависящий от X Умножить на вторую производную По времени От искомого смещения У Минус Производная Ух От К от X Умножить на производную Ух То есть это вторая Производная Но внутри проложена К И все это равняется Воздействию Внешней силе Действующей вдоль оси И вот тогда получается Что имеется вот такое уравнение Которое надо бы решать С уравнениями частных производных Каждый из вас когда-то встречался Либо в Википедии Либо в курсах лекций Читали вам лекции По уравнению частных производных Не наслышал? Не уверен Не уверен Не читали Не читали Оказывается и есть такие А знаете чем отличаются Уравнения частных производных От обыкновенных Дифференциальных Уравнений Обыкновенные Дифференциальные Уравнения Описывают Малые Линейные Смещения Зависимой Переменной При Малых Изменениях Независимой Переменной Линейная Часть Этих Изменений Имеется Одна Независимая Переменная В результате Получается Обыкновенная Дифференциальная Уравнение Если же Рассматривается Несколько Независимых Переменных Например Х У З То тогда Получается Уравнение В частных Производных Потому что От сдвигов По Х От сдвигов По У И от сдвигов По З Как-то Меняется Та самая Функция И линейное Приращение Это ДФОДХ ДФОДХ ДФОДИГР И ДФОДЗ Вот так Появляются Эти Частные Производные И вот Здесь Расписано Как они Возникают Ну Оказывается Что бы Если мы будем Использовать Это вы помните Из Курса Лекции По Обыкновенным Дифференциальным Уравнениям Если мы Имеем Обыкновенное Дифференциальное Уравнение То его Можно Исследовать Только Качественно То есть Можно Посмотреть Какие Бывают Частные Решения Сколько Семейства Частных Решений Что такое Общее Решение И тому Подобные Решения Это так Называемое Качественное Исследование Дифференциальных Уравнений Но Людей Из Практики Обычно Интересует Одно Конкретное Решение Оно Называется Частное Решение Чтобы Выделить Одно Частное Решение Нужно Для Обыкновенных Дифференциальных Уравнений Выделить Либо Начальное Условие В нужном Количестве Для Уравнения Второго Порядка Выделить Два Начальных Условия Четвертого Порядка Выделить Четыре Начальных Условия Либо Граничное Условие Тогда Получается Другого Сорта Задачи Более Сложное Для Для Решение Здесь Здесь В уравнениях Частных Производных Как Оказывается Вот Это Уравнение Как мы Увидим Потом Является Уравнением Волновым Либо Гиперболическим Вторая Производная По времени Минус Вторая Производная По пространственному Картина Это Волновое Уравнение Для него Как выяснится Впоследствии Если мы Захотим Этим Сниматься Нужно Поставить Начальные Условия По времени Например Вот такие В начальный Момент Смещение Задано В начальный Момент Первое Производное Смещение Задано Почему Два Потому что Уравнение Второго По Второго По времени И Все Это В течение Всех Х От начала До конца И кроме того Необходимо Задать И граничные Условия На концах Х Равную Лю Х Равняется Иг Вот например Такое Это означает Что Левый Конец Прикреплен К Какой-то Степе Или Какому-то Носителю Который Движется С Заданной Скорости И К Левый Д Условия Дирекле Называют Когда Условия Относятся К Самой Функции Или Условия Неймана Если Оно Относится К Производной Этого Смещения Такие Тоже Бывают Вот Здесь Написано Как Они Могут Получаться А Бывают Еще И Уравнения Смешанные Вы С такими Тоже Наверное Встречались Где-то Когда-то В своей Жизни Когда В одном Условии Записаны И Сама Функция И Ее Производное Например В начальной Точке И Вот Когда Это Все Собрано В Кучку То Получается Задача Это Полная Постановка Пример Полной Постановки Задачи Для Волнового Уравнения С полным Набором Начальных И Граничных Условий Если Мы Решим Эту Задачу Для Волнового Уравнения Мы Получим Единственное Решение Которое Будет Во-первых Удовлетворять Этому Уравнению Во-вторых Будет Удовлетворять Всем Этим Начальным Геонетам По времени Вот Первая Половинка 2 И Граничным Условия Задача Называется Начальная Троевой Задача Вот Есть Еще Другая История Малое Поперечное Колебание Упругой Струны Это Тоже Замечательная История Берется Натянутая Струна Натянутая Настолько Чтобы Она Не Происовала Опять Предположение Сферический Конь Что Она Во-первых Если Отклоняется То Никакого Сопротивления Не Оказывает Если Она Удвиняется То Возникает Сопротивление Как Это Обычно Происходит Со С Натянутая Провести 1 По внешнему Гипермолическое Уравнение Волновое Уравнение Ну А Начально Краевая Задача Скорбулирована Вот Здесь На этой Странице Начальное Уравнение Потом Вот Они Начальные Условия На этой Строчке И Граничные Условия Проявления Можно Сделать Аналогичное Рассмотрение Для функций Нескольких Переменных Например Толиклание Мембраны Либо Круглая Либо Прямоугольная Либо Какой-то Более Сложный Толик Вы Наверное Встречали Такую Шутку Когда-то В 60-м Году Достаточно Известный Математик Марк Кац Поставил Вопрос И опубликовал Работу На которую Не сразу Удалось Ответить На этот Вопрос Не сразу Удалось Найти Ответ Вопрос Такой Можно Ли Услышать Форму Парабан Если мы Слышим Как звучит Барабан Можно ли Решившую Обратную Задачу Восстановить Границу Этой Тоже Интересная Задача Оказывается Граница Той Мембраны Которая Колеблется Воздействует На Спектральный Состав Тех Звуков Которые Происходят Вот Если Все Это Разобрать В Двумерном Случае То Получается Вторая Производная По Времени Минус Две Вторых Производных По Иксу И по Иксу И Все Это Равняет Собирать Ну А Здесь Тоже Начальный Граничный Условия Начальный Для всех Икс Икс Во Всей Области Которая Задана Эта Мембрана Которая Назначена Двумерная Область А Это Граничный Условий По Границе Области Это Одномерный Область Можно Еще Акустические Колебания Рассмотреть Двумерная Вначале Говорится О том Что Вот Рассмотрим Что Имеется Газ Имеется То Другое Третье Все То Что В каких То Курсах Или Где То Вам Когда Рассказывали Или Не Рассказывали И Вы Можете Посмотреть И Здесь Это Все Более Получается Вот Такая Система Уравнений Традиционная Для Движения Газа Газа Геномит А он Не сжимает Газа Идеальный Газ Но Он Не Останавливается Господин Слешников На этом Уравнении Он Просто Говорит А если Мы Предположим Еще Какие Дополнительные Условия И Еще Какие Дополнительные Условия То В конце Концов Мы Получим Систему Уравнений 1.25 1.27 Здесь Что Здесь Немножим Немножим Вот Она Немножим А Это Предположение Получается Вот Такое Уравнение Вторая Производная По Времени Как Оно И Было В Предыдущих Всех Случаях А Здесь Дивергенция И Градиент Знаете Ли Вы Что Дивергенция И Градиент Градиент От Скалярной Функции Если Скалярная Функция Зависит От Двух Переменных Например Х То Это Будет Вектор Направленный В плоскости Х Вдоль Оси Ох Это Будет Функция Дф Оди А вдоль Оси И Будет Дф Оди Иногда Пишут Умножить На И И Умножить На Е Как На Векторы Которые Направлены Вдоль Эти Оси То Градиент Ро Это Трехмерный Вектор Он Умножается На Какую-то Скалярную Функцию То Есть Все Компоненты Этого Вектора Немножко Вытягиваются А потом Берется Дивергенция А что Такое Дивергенция Дивергенция Это Такой Дифференциальная Процедура Операция Которую Применяя К Векторному Чему-то Получаем Скаляр Если Мы Имеем А 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 Три компонента Какого-то Вектора То Дивергенция А Это Д А 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 В результате Снова Получается Что-то Скалярное Если В предыдущем Случае Для Мембраны Мы Имели Вот Этот Коэффициент Не Зависил От Н он вылезал из подзнака дивергенции у нас получалось дивергенция градиента то есть d2 код x дважды плюс d2 код y дважды если же в прокладке имеется какая-то функция зависящая от этих всех трех переменных то необходимо вот такое вот устраивает вторая производная по времени минус дивергенция градиента равняется внешнему воздействию это акустические колебания а вот теперь последняя замечательная история уравнение максвелла наверное вы встречали своей жизни уравнение максвелла либо в википедии либо где-то в газетах о событиях на болотной площади либо еще где-то обычно пишут рота h где аж это напряженность магнитного поля ротар е я это напряженность электрического поля справа стоит производная по ротары это производная о пространственным переменным а здесь производная о времени и того есть это и другое и время и пространственные Однако, как мы видим, и ротор первого порядка производный, и по времени первого порядка производный. И добавлены вот такие два ограничения. Дивергенция D равняется RU, дивергенция B равняется 0, где D и B зависят от E и H в наиболее распространенном случае. Хотя бывают и другие случаи. И вот все это, если прокрутить, то оказывается, не сразу это было понято, но скажем, уже лет 200 или 150, я не знаю, но про это я подскажу. Он это знает лучше. Стало известно и понятно, что уравнение Максвелла, система уравнений Максвелла относится к гиперболическому типу. Так же, как и волновые уравнения. А в некоторых частных случаях уравнения Максвелла и приводят к уравнениям волновым. Вот конкретно, где же я его вытаскиваю. Все с экрана написано у меня. Ну что ж. Вот, получается, например, одно из таких вспомогательных. Вторая производная по гипсу. Кроме того, мешающая паразитическое первая производная по гипсу. Вторая производная по координатам. Вот когда рисуют такой треугольничек, направленный вниз, а здесь двоечка справа вверху. Это называется наблоквадрат, как любит говорить профессор Кулябов. Или лапласиан, это значит вторая производная по гипсу, вторая производная по гипсу, вторая производная по гипсу, вторая производная по гипсу и все это в сумме. А здесь еще какая-то дополнительная штука. Вы когда-нибудь смотрели уравнение... Там может и до ламбертиан получится. Это зависит от того, мы рассмотрим в трехмерную или четырехмерную. Вы абсолютно правы, но я рассматриваю трехмерную. Можно? Я ограничусь. А тогда просто надо вот ДПДТ загнать под наблой и все. Собросим. Я сейчас... Да, я извиняюсь, да. Я просто по этому поводу скажу историю, которую вы все проходили либо в школе, либо в механике, либо если посещали мои занятия по моделированию, я вам рассказываю. Берем обычный линейный осциллятор. Вторая производная по времени от х плюс амега квадрат х равняется 0. Решение известно. Берем теперь осциллятор с затуханием. Добавляется еще и первая производная. Его можно решать разными способами. Один это традиционный метод Лапласа. Когда представляем решение заранее, ищем решение в виде Е в степени лямбда Т. Как оказывается, этого достаточно. А можно по-другому. Можно искать решение Х от Т в виде Х тельтой от Т умножить на Е в степени какое-то дельта Т или лямбда Т. И если вот такое произведение подставить, то можно загнать первую производную во все эти преобразования. И свести к уравнению без первой производной. Вот профессор Кулябов сейчас сказал об этом, что первая производная всегда можно подкрутить. Это не страшно. Вот оно волновое уравнение появляется, если мы какие-то дополнительные условия приложили. Но это очевидная гиперболичность. А есть еще не очевидная, которую есть какие-то книги. Я сейчас даже не буду их вспоминать. Я с ними занимался и смотрел. И в общем случае тоже гиперболичность. И гиперболичность, и какие-то другие. Это случаи, если с постоянными коэффициентами это свойство незыблемое на всем пространстве. А если координаты зависят еще и от координат. Коэффициенты зависят от координат. Тогда появляются подобности. Под области гиперболичности, под области параболичности или какое-то еще. Вот следующий кусок написано. Процессы тепломасса переноса. Там появляется уравнение параболичное. Уравнение диффузии, уравнение. Какие еще? Как они еще называются? Теплопередача. Ну, я уж не знаю, какие еще. Как это называется? Уравнение ожидания человека на остановке. Ну, как это тоже называется. Закон Фуни – это самый знаменитый закон. Вы знаете, в чем он заключается? Скорость вытекания тепла пропорциональна разности температур. Если разность температур большая, то очень быстро вытекает. А если маленькая, то очень медленно вытекает. Господин Фуни в свое время это понял, а потом проверил. Итак, берется какой-то теперь уже трехмерный объем, обозначенный буковкой D. Это значит, что он ограниченный. Он ограничен поверхностью S. Но проводится очень хорошо и тепло. Ну, и вот этот самый знаменитый буква F от точки и от времени – это либо приток тепла, либо отток источников или стоков. Ну, например, чего-то. Вставили горелку и включили огонь. Поэтому в этой точке, в окрестностях этой точки притекает какое-то тепло. Есть закон Дьютона, аналогичный закону Фуни. Есть еще что-то. Вот если все это рассмотреть и провести вот эти все балансы, сколько втекает, сколько вытекает, условия непрерывности там учитывать, то появляется вот такое уравнение. Очень похоже на то, которое мы рассматривали минут пять тому назад. Но только здесь производная по времени не второго порядка, а первого порядка. А здесь дивергенция градиента, производная по координатам второго порядка. Значит, производная по времени с каким-то коэффициентом минус дивергенция градиента с каким-то коэффициентом равняется внешнему воздействию. Вот теперь уже внешнее воздействие может находиться и внутри, распределенное воздействие. Условно говоря, имеется какой-то объем, а там горелок может быть очень много. И все это в разных точках, в зависимости от точки, поставляется. Уравнение такого сорт называется параболическим уравнением или уравнением диффузии. Это, по-моему, наиболее распространенное название. Первая производная по времени и вторая производная по координатам. Вот решение этого уравнения, начальное условие, забывают очень быстро. Но так как здесь есть производная по времени и производная по координатам, то нужно и начальное, и граничное условие добавлять. И где же оно у нас есть? Ну, у нас есть 2-13 грамм, мы ее посмотрим. Вот она, эта задача. Имеется уравнение, первая строчка. Так как производная по времени была первого порядка, то нам достаточно одного условия в начальный момент времени. А так как производные нет по координатам были второго порядка, то здесь вот и функция входит, и ее производная по нормали к поверхности окружающего давления. Вот это аккуратная постановка начальной краевой зажачи для теплопроводности. Дальше, если мы возьмем и перенос массы, то есть уравнение диффузии, то оно имеет точно такой же вид. Производная по времени минус дивергенция градиента равняется внешнее расписание. Ну, начальное ограниченное условие. А теперь, если можно, я бы сделаю для себя 5-минутный перерыв, а для вас я бы сделал 5-минут вопросов-ответов. Хотите, я про предыдущие, что расскажу прежде, чем при этом к нам делать? Могу подумать? Подумайте, да. Можете подумать 5-минут, а потом я вам расскажу второй кусок, и вы будете думать до следующего занятия. Господин Коляков, господин Деваков, доступно или недоступно? К гомологии Дорама не было. Не было. Более того, даже чисел Батти не было. Без этого никак нельзя. Самые интересные процессы, самое интересное уравнение, обычно этой теме посвящены от 60 до 80% любого учебника, это так называемые эллиптические уравнения. Ну, а здесь по-человечески они называются правильности. Это стационарные процессы. Именно для таких процессов и возникает что-то, что в последствии называется эллиптическими уравнениями. Ну вот, та самая история, которая теплоперенос, предполагается, что устанавливается стационарный режим, а именно, производная по времени дождественно равна нулю, а внешнее воздействие не зависит от времени. Тогда то уравнение, которое вы видели чуть раньше, слегка упрощается, и получается, первая производная по времени отваливается, и вторая производная по иксам, здесь плюс fm равняется нулю, но чаще пишут, дивергенция градиента равняется fm, равняется какой-то правой части. Ну, и равняется минус fm в этих обозначениях, если мы ее перепиливаем в правую часть. Только производная по времени. Вот эта штука называется впоследствии, может быть, побольше что-то будет сказано, эллиптическими уравнениями, или уравнениями эллиптического типа. Конкретно вот это уравнение, если бы, например, коэффициент k не зависел от координат, а был какой-то постоянной константой, он бы выдергивался из-под знака дивергенции, получалась бы вторая производная чистая, без этой прокладки, то есть d2 по dx дважды, d2 по dy дважды, до d2 по dz дважды, который часто называется лоплосианом, сумма вторых производных. Лоплосиан равняется минус внешнее воздействие. Очень распространенное уравнение решается в 30 или 40 случаях всех учебников, всех курсов. Это уравнение по ассоне. А есть еще одно уравнение, более простое, когда никакого внешнего воздействия нет, имеется только лоплосиан u равный нулю, так называемое уравнение лоплосиан. Я думаю, что и про то, и про другое, если возникнут какие-то вопросы, лучше расскажет профессор Кулябов, он действительно тоньше и глубже эти вещи знает, чем я. Я не буду сам сюда завязать, чтобы что-то там рассказывать. Ну а вот если задачи электростатики, они обычно сводятся к уравнениям для напряженности электрического поля. Когда мы говорили про волновые уравнения, мы в качестве примера взяли напряженность магнитного поля и для него получили волновое уравнение. Здесь делается для электрического поля. Почему? Ну, во-первых, потому что электрические заряды есть, и поэтому электростатика имеет такой наглядный и человеческий смысл для всех людей. А магнита, кстати, это сложное явление за счет того, что магнитных зарядов до сих пор не обнаружено. И ходят большие дискуссии. Существует монополий магнитный или не существует? Есть целая книга, посвященная магнитному монополию. Книги посвящены, а существуют они или нет, никто не знает. Они есть, но очень маленькие. Это шутка. И вот задача электростатики выписывается вот точно таким же, как выше было нарисовано. Дивергенция градиента равняется какой-то правой части. Вот такая штука. Есть другая, более хитрая задача. Вот для уравнения. Опять-таки, это какие? Здесь не говорится, какие. Говорится лишь о том, что воздействие зависит от времени гармоническим способом. Если помните, гармоническими колебаниями в седьмом классе вам сказали, называются колебания, которые описываются либо синусом, либо космусом. Ну или это то же самое, что Е в степени Ифи или Е в степени И омега Т в зависимости от времени. Так вот, если внешнее воздействие монохроматично, то есть имеется только один коэффициент перед временем, нету того, что Е в степени И омега 1Т плюс Е в степени И омега 2Т плюс Е в степени И омега 3Т, а только одна частота омега, то это монохроматичность. Вот учитывая монохроматичность или гармоничность этих колебаний можно получить почти такое же уравнение, как было здесь, но только вот с такими условиями. Дивергенция градиента, как и было, но появляется какой-то коэффициент умножить на саму функцию. А справа тоже воздействие. Или, если коэффициент не зависит от координат, он выносится из-под знака дивергенции, получается лапласиан У плюс СУ равняется какая-то правая часть. Вот такого сорта конструкций, если есть лапласиан функции, то есть набор вторых производных по координате, плюс сама производная, то есть производная нулевого порядка. этой неизвестной функции, то уравнение такого сорта называется уравнение не Генгольца. Ими тоже очень часто занимаются. Особенно часто занимаются господин Киваков. Он самый крупный специалист у нас по уравнению Генгольца. Кроме господина Малэ, который тоже очень крупный специалист. Вот установившиеся электромагниты на калибаре. Это означает, что поле тоже гармоническое, колеблется с одной и той же частотой, все с ним хорошо, все это подставляется, и тогда получаются необыкновенно простые уравнения. Наверное, квадрат, или что то же самое, лапласиан электрической напряженности электрического поля, плюс К квадрат напряженности электрического поля равна нулю. Правая часть равна нулю, а здесь та самая конструкция уравнения Генгольца. Но если предыдущее уравнение Генгольца относилось к скалярной функции, то вот это Е0, это векторная функция. Вектор функции, если вы никогда не встречали, однажды полистаете где-то, ну, например, у профессора Бесова в его матанализе один параграф посвящен, что такое векторная поля. Если вы посмотрите в Википедии, что там написано про векторные поля, то вы не верьте, там они врут, они не понимают того, что они пытаются... А что там написано? Это глупости. А вот где еще хорошо написано? Ну, я знаю, где хорошо. У Сарганашвили. У Сарганашвили, да. Но я не рекомендую вам читать эту книгу, вы сломаете себе мозги и станете умственными инвалидами. Не сможете дальше заниматься. А у Бесова все доступно написано. Это трехмерные функции очень специального вида. Очень специального вида. Не всякая трехмерная функция ведет себя как вектор функции. Вот такие выполняются уравнения. Тоже уравнения Генгольца, однородные. Когда уравнения однородные, это всегда некоторые подбог. Вы, наверное, помните, что система линейных алгебраических уравнений однородная имеет нетривиальное решение только в том случае, если ранг матрицы меньше размерности, поменьше мере на единицу. Ну, грубое условие, этот детерминат равен нулю. Только тогда что-то получается. То есть, как только уравнение однородное, сразу начинаются какие-то подбоги и нужно об этом. очень долго и старательно напряженно думать. Ну, а теперь о постановке. Обратите внимание, раньше было начально краевых задач, а сейчас только краевых задач. Это понятно. От времени не зависит. Поэтому только краевые. То есть, только граничные условия. Ну, например, вот здесь присутствует производная нормальная к границе под функцией и сама функция. То есть, два условия объединения. Вот, пожалуйста, одна краевая задача. Где еще краевые задачи? Общее замечание. Я даже не буду их зачитывать. Вы сами так не забудете. Посмотрим. Это будет возможно быть интересным. Теперь, самая последняя классификация. Вот мы посмотрели. Бывает уравнение параболического типа производная по времени первого порядка, производная по координатам второго порядка. Гиперболического типа это производная по времени второго порядка, производная по координатам второго порядка. И эллиптический, где отсутствует производная по времени. Только производная второго порядка по координатам. Ну, и во всех книгах вот чем не хороша Тихонов-Самарский, она начинается с формальной классификации уравнений второго порядка в частных производных второго порядка и кажется даже от двух переменных только и природа этих уравнений описывается несколько позднее то есть приходится изучающему сначала взять неизвестно зачем придуманный объект неизвестно зачем исследовать его свойства и только потом ему говорят а оказывается это очень полезная штука это как раз математический подход, а вот когда доходим это очень полезная штука это уже математик кончается надо ее выпнуть очень полезную штуку и остаться в непонятных объектах нет я говорю что Тихонов же математик поэтому он подходит как математик, как нормальный математик зачем ему струна глупости всякие если есть некий сферический конь в вакууме который можно классифицировать его сразу нет и начнем да хорошо мы договорились противоречивых вот ну а здесь следуя наставникам своим Тихонову и Самарскому свершников Боголюбов и Кравцов говорят что любые уравнения частных производных второго порядка можно записать вот таким вот хитрым способом имеются производные чистые второго порядка либо по одной переменной либо по другой либо по третий либо по двадцать девятый есть смешанные производные второго порядка производные есть производные первого порядка у каждой из картина имеются сами независимые вот если мы возьмем любую алгебраическую функцию от всего этого набора формальных переменных до приравняем это алгебраическое выражение нулю то это и называется уравнение частных производных второго порядка относительно ископной функции это многообразие струй второго порядка дальше говорят что среди них выделяется особый узкий класс это те алгебраическое выражение относительно производных 2 порядка такое что это есть линейная комбинация 2 производная по иксу с коэффициентом 1 плюс 2 производные по игреку с коэффициентом 4 плюс 2 производные по ипс и у коэффициентом минус 1 вот если в такую сумму можно построить то это линейная относительно старших производных если же можно линеаризовать относительно и первых производных то есть добавить еще и здесь это вообще замечательное уравнение оно как называется верхняя квазили нейная а нижняя просто линейная ну это во всех учебниках написано и это все делается правильно а теперь говорится возьмем вот эти самые квазили нейные уравнения в действительности конце он сведется к линейному уравнению функции двух переменных второго порядка с постоянными коэффициентами и тогда оказывается что для любого из этих уравнений вот который есть а 11 а 12 а 22 можно взять и построить вот такую комбинацию как она называется дискриминант дискриминант зависимости от того дискриминант больше нуля меньше нуля или равен нулю это и есть характеристика того что за уравнение мы рассмотрели вначале если этот дискриминант больше нуля то это было вначале уравнение гиперболического типа если этот дискриминант меньше нуля то это уравнение эллиптического типа а если равно нулю то это называется уравнение параболического типа вот параболического типа в таком случае за счет на самом деле они разную геометрию просто задают они задают разного характера решения которые следует из процесса и той системы который я изучаю с помощью этой математической модели то есть с помощью этого уравнение частных производств да еще и начально граничная задача то есть еще и ограничение все на сегодня все больше большего я рассказываю можете скачать себе все содержимое если вдруг это вас интересует нельзя это же не лицензионное обеспечение их надо пойти в магазин купить и свежников и тихонов библиотеку можно пойти взять но не свежников не тихонов тем более вот тихона бы удавился чем отдал на общее растерзание свою в электронном виде ты можешь скачать но тебя совесть замучает это зависит от объема совести ленин же сказал украши книгу в действительности лидером всего этого цикла является профессор куляпов поэтому я думаю он сейчас какие-то слова в заключении первой части и какие-то слова предваряющие следующую часть из нескольких занятий он расскажет я прав и да